Девочка после операции на щитовидной железе Рассчитана на 30 коек Здесь детки у нас находятся с нуля, то есть с первого года жизни и до 17 лет включительно Патология у нас разнообразная То есть все, начиная от аномалий полового развития, много сахарного диабета, ожирения и конечно же патология щитовидной железы Маленькие детки до 6 лет у нас с мамами, а дальше в частности девочка, она взрослая, ну как взрослая, ей 10 лет Но она только вышла у нас с реанимации после операции, поэтому бабушка днем с ней по уходу вот что-то где-то помочь А так вечером и ночью детки у нас сами, только до 6 летнего возраста Где делаются манипуляции, генцы, колы, капельнички ставятся Нет, количество больных увеличивается Увеличивается количество больных с патологией роста и увеличивается количество больных с сахарным диабетом Конечно, ну это уже давно, с 90-го года Я хотел бы особо подчеркнуть, что тиреоидные гормоны играют необычайно важную роль в жизнедеятельности организма человека И в системе репродуктивной системы, и в системе становления центральной нервной системы, ну и так далее Тут можно многое принимать До такого порядка, я не... Они медики, да? Они не медики, но они освещают... Но я просто хотел бы сказать, ну, понимаете, это чисто медицинские аспекты Есть, существует... Потому что прооперирована девочка или там подросток Когда она уже становится женщиной И они же получают супрессивные дозы тироксина Это очень большие дозы тиреоидного гормона, чтобы подавлять тропную функцию гипофиза Значит, там переходит на заместительную терапию Потом проходит еще ряд дополнительных процедур Чтобы можно было делать, женщине сказать, что она может забеременеть Это первое Второе, то, что они должны проходить под наблюдением, быть врача Эндокринолога, врача-хирурга, который оперировал их Но о качестве жизни я хотел бы вам сказать Что у нас прооперировано, ну, около 8 тысяч больных Среди них около 400 девочек Я особо хотел бы это подчеркнуть Это девочки и подростки, которые были на момент аварии И были прооперированы по поводу рака щитовидной железы Сегодня каждая из них имеет кто одного, кто двух, кто трех детей То есть это говорит о качестве, предоставляемой медицинской помощи им Но здесь я хотел сказать Здесь существует определенная схема и тактика подготовки этих людей к беременности Во время укола не глотать, не разговаривать, не двигаться Сейчас глотнули и не глотаем Маленький уколчик, спокойно лежим, дышим не глубоко Укола к 같아요 Дышим не basis У меня уже не есть Склы Покупим Списную Покупим Покупим Списную Списную С Cell Мы имеем Уколой Сбиб назв 얼 Ант И last Каждый нодел мы скрепляем несколько раз, в целом два или три раза в нодел. Вы можете видеть на экране... Мы скрепляем разные части нодел и механически... Геннерально, фаналаспирация включает два метода. Одна из них — это фаналаспирация биописи. Когда мы возьмем этот устройство и возьмем фаналаспирацию из нодел. Другая техника — это фаналаспирация биописи. Мы получим фаналаспирацию биописи в нодел в нодел. У нас есть более информативная техника биописи в нодел. Поэтому мы обычно используем этот методик. Мы делали различные диагнозы из всех лезей в нодел. Это включает метастетическое заболевание, инфляммирование из лимфа и сироград-2. Мы можем найти все лезь в нодел. У нас есть патология, не патология, метастетические заболевания и метастазии лимфа и нодел в нодел в нодел в нодел. Таким образом, лимфа и нодел в нодел. Пациентке больно, да? В Америке программу научную изучаем влияние различных доз радиоактивного йода на состояние щитовидной железы. Сейчас вот за эти 16 лет, которые мы исследуем эту когору, через каждые 2 года, диагностировано, ну там где-то 25% имели отклонения в состоянии щитовидной железы. Но среди них 177 раков. Как вы видите, если когорта сама 15, там с половиной тысяч, то это один рак менее чем на 100 обследованных. это очень большое число. От 32 до 36 операций в неделю. Тринадцать. 8-9 операций в день. Четыре операционных дня. Вот тут хорошо видно все корпуса. Вот экспериментальный, клиника, поликлиника. И радио. До Чернобыля, так как и во всех странах общего мира, на 2 миллиона у детей, такая статистика, на 2 миллиона регистрировался один случай рака щитовидной железы. На 2 миллиона. И у нас такое же было ежегодно на протяжении 81-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го Регистрировалось на 12 миллионов детей и подростков Украины Где-то до десятка, 8-10 случаев рака щитовидной железы И хоть йод радиоактивный распался через 2 месяца после Чернобыля И уже он не действовал на щитовидную железу Не действовал, не действует и действовать уже не будет Он распался, его нет Но то последействие, которое наказал до сих пор в этих лиц, которые были детьми и подростками До сих пор продолжается И сейчас, вот я вам говорил, сейчас где-то в год оперируется около 900 случаев Среди этой популяции, что были тогда детьми и подростками И причина этого неизвестна Почему одни среагировали в 90-м году, хотя дозу получили в 86-м А другие через 25-26 лет Это науке предстоит еще вопрос решить Японских людей, детей может быть и есть Но Николай Дмитриевич говорил, что может быть это и не радиогенные раки Понимаете, а просто в результате скрининга, более массового обследования И было выявлено, так сказать, большее количество случаев Такое тоже может быть Нам тоже сначала, когда появились первые раки после Чернобыля Говорят, да это у вас лучшая выявляемость Значит, мы находимся в отделении стационарном Это блок лечения открытыми изотопами на 10 коек Сейчас лежит 12 человек Там молодые пациенты Повторный, который проходит курс Лежит девочка 10 лет С метастазами в легке Она уже повторный курс проходит Это видно из железы Конечно, сначала диагностика пункции Потом операция Через месяц радиоактивный йод Облучение, лучевая терапия Потом назначаем гормончики Скажем так, группы риска Есть если пациенты группы высокого риска То есть на операции уже были диагностированы метастазы Они проходят несколько курсов облучения То есть бывает в среднем 4-5 курсов облучения Прецедивы через 5-7 лет есть В среднем у нас по отделению от 8 до 15% Прецедивы через 5-7 лет такие есть У нас постоянно В районах Вот у нас по проекту Есть протокол проекта Вот, есть наиболее пораженные районы Это в Житомирской области Народицкий и Обручский В Киевской области Иванковский район И в Черниговской области Там Черниговский, Репкинский И Козелецкий районы Это наиболее пораженные Они близко расположены Возле Чернобыльской атомной станции были Вот И у нас бригада еженедельно Бригада наших специалистов Находится там на выезде И смотрит этих членов Мы им рассылаем сначала приглашение Они приходят туда Это на базе, как правило, районных больниц И наши специалисты их смотрят И сюда приезжают Тоже мы их приглашаем Ну, все узелки Которые мы обнаруживаем Вот во время двухгодичного Обследования Размером выше 5 миллиметров 0,5 А то даже может Ну, в основном Выше 0,5 миллиметров Все мы их берем На биопсию Вот И последующий этап на обследование Сразу проводим биопсию И определяем, какие из них Если доброкачественные Значит, просто наблюдаем Если же злокачественные Берем на операцию Вот Узелки размером От 0,5 Хотя сейчас пошли раки Даже У очень маленьких Узелков Даже 0,3-0,4 Но, как правило, мы берем Повторяюсь Вот 0,5 миллиметров Вот первые два года Мы обследовали Диагностировали 46 раков Люди одни и те же И обследуются Не просто специалистами А высококвалифицированными Специалистами Врач-эндокринолог Врач-узист Которые Высокой квалификации люди И вот они Первые два года Просмотрели Они не пропустили Просто тогда Не было еще проявлений Проявления были только в 46 И каждые последующие годы Мы выявляли В этих же людей Новые случаи Там по 20-18 за год Сейчас мы Проводим Следующий Двухгодичный Цикл Этого обследования Вот Уже вот Два года За два года Выявили В этих же людей Еще 25 Раков У нас раньше тоже Были более крупные узелки Особенно Первые два года Обследования Вторые И мы брали Тогда Вот на биопсию Узелки Которые 10 миллиметров И выше Вот А сейчас Так как мы Во-первых Систематически Их Они видимо Еще не успевают Вырасти До большой Величины Поэтому мы берем 0,5 И я думаю Что в Японии Тоже со временем Вот Появятся И тоже Узелки Меньших размеров Потому что Те, что больше Уже их выявили Вот А новые Пока подрастут И будут диагностироваться Более мелкие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok